здрасте дорогие мои подписчики рад всех приветствовать на канале крипто комнатс сегодня мы продолжим разговор про bitcoin чаще происходит чаши за дамп дичайший медвежий рынок коррекция что это хочу вам напомнить что на недельном таймфрейме на графике хайка наши свечи хайка наши у нас даже нету красной свечи у нас есть просто вот такой вот молот или как там отправили называется это в принципе конечно разворотная свеча зачастую но зачастую нет как было вот здесь посмотрите это также и свеча продолжение тренда поэтому преждевременно тут сейчас говорить разворотная на или нет с другой стороны вот здесь она была разворотная конечно же я хочу вас предупредить потому что ребят но если вот случится такое то как бы я не хочу чтобы вы потеряли все деньги у меня абсолютно в этом смысла нету месяц смысл чтобы вы зарабатывали но как вы понимаете не бывает так чтобы все зарабатывали потому что откуда бы деньги-то добрались они же не из воздуха идут мы зарабатываем здесь с вами только на том что кто-то теряет и надо это понимать. Сейчас я хочу в начале этого видео рассказать немного о том, как я вижу, как работает маркетмейкер и как работают биржи, почему вообще эти сливы происходят, да, и как люди теряют. Но для начала давайте вообще-то разберемся с вами, что такое short и long, потому что не все это понимают, да, у вас на бирже всегда есть две кнопки, купить и продать, да, и по идее у меня об этом есть видео, как работает рынок, как на нем заработать, старое видео, кстати, в принципе, я там все рассказал, но сейчас немножко апдейт дам. По идее когда все покупают и хотят купить цена идет наверх, да, цена растет. Это называется long длинная позиция, да, потому что в долгу, в принципе, рынок растущий и любой практически рынок растущий, если это не скам какой-нибудь, и в долгу это позиция инвестора, то есть long, а short это, соответственно, короткая позиция, в короткую. Short это позиция спекулянта, то есть это когда вы ставите на то, что рынок перегретый, как вот здесь было, да, когда мы вышли из канала, высоко, сильно высоко шли, и вы поставили здесь на падение рынка. Это позиция на понижение. Ставка на понижение в короткую, потому что в долгу, если вы посмотрите, short всегда проигрывает long, то есть в долгу надо быть в принципе в long, то есть быть инвестором, потому что мы растем, на логарифме это видно еще лучше, но в короткую вы могли вот эти все медвежьи рынки и небольшие коррекции тоже заработать. Теперь предметно, как это работает. Смотрите, надо понимать, что когда вы на споте, то есть без плеч, да, торгуете один к одному своими средствами, то вы в long, если вы в монетах. Допустим, если у вас на счету биток, эфир, там, дэш, не знаю, что вы торгуете, то вы в long. А соответственно, чтобы быть в short вам нужно их продать. То есть если у вас на счету USDT, то вы в short как бы уже по умолчанию, потому что вы не в монетах. И на споте вроде бы все очень просто, да, ну лонговать купил актив, который растет, шортить продал актив, все. То есть если вы наполовину в тезере, наполовину в активе, значит вы как бы и long, и short уже. Это, кстати, тоже грамотно, потому что вы всегда, если у вас есть и то, и то, то вам в принципе пофигу, куда пошла цена. Пошла вниз, вы докупили, пошла наверх, вы разгрузились частично. Это очень грамотная тема. Но если вы торгуете с плечом, вот тут наступает очень важный момент. Если вы торгуете с плечом, значит вы занимаете у биржи средства. Видели, наверное, да, кто может быть даже еще не торгует с плечом, но на бинансе есть там margin, futures, вот это все. Это вам дают быстрее проиграть ваши деньги на самом деле. Вы думаете, для чего вам это дают, чтобы денег заработали? Нет, конечно. Когда вот такой вот случается крах, все падает, единицы зарабатывают, собственно, на том, что остальные теряют. Но об этом чуть позже. Когда вы торгуете с плечом, вы можете взять денег x2, да, то есть в два раза больше, чем у вас есть. x20 можете взять, в 20 раз больше. То есть у вас 1000 долларов, можете взять на 20 тысяч долларов. Но у вас появляется риск цены ликвидации, да? То есть если вы взяли с плечом x2, допустим, биткоин, по 50 тысяч долларов, то у вас будет цена ликвидации 25 тысяч долларов вместо нуля. То есть если вы торгуете без плеча, вы держите биткоин, пусть он хоть до нуля упадет, вас никто не ликвидирует, это ваш биткоин. Но если вы взяли с плечом, значит, вы поставили на рост и у вас будет ликвидация вот здесь. Если вы возьмете плечо x20, то у вас, соответственно, и ликвидация будет уже на 5% всего от рынка, то есть на 47 500 примерно вот здесь. И вас очень вероятно смоет и без вас улетит на луну. Поэтому плечи, большие плечи, это большие риски. И что важно еще понимать, что если вы торгуете с плечом, вы одалживаете какую-то валюту. Так вот какую? Очень важно это понимать. И не все это понимают, ребята, что если вы хотите лонговать биткоин, допустим, то вы одалживать должны не биткоин у биржи. А одалживать вы всегда должны ту валюту, против которой вы торгуете. То есть на самом деле вы должны одалживать то, что вы шортите. Потому что смотрите, если бы вы одолжили биткоину здесь по 10 тысяч, скажем, 1 BTC, вы одолжили у биржи, да? 1 BTC. Окей. Но когда он вырос на 60 тысяч, сколько вы должны бирже отдать? 1 BTC. То есть вы ни хрена на его росте не заработали, правильно? Понимаете? В чем подвох? Это некоторые этого не понимают. Они одалживают монету и сидят на ней и думают, где профит. Вы должны одолжить были здесь тезер, 10 тысяч тезера и купить 1 BTC. А здесь, когда он стоил 60 или 50 тысяч, вы могли продать свой BTC и разницу 40 тысяч оставить себе как прибыль. Понимаете? Вот как это работает. Соответственно, вы всегда одалживаете ту валюту, против которой вы ставите. То есть то, что вы шортите. По факту, вы когда лонгуете биткоин, вы всегда что-то шортите. Вы в этом случае шортите тезер. Это важно понимать. А если вы лонгуете, например, альткоин к биткоину, допустим, Dash к BTC вы лонгуете. Вот сейчас вы берете Dash к BTC, поскольку он на днище. То вы одалживаете BTC, значит, вы шортите BTC. Понимаете? Не к доллару, а к Dash. Вы шортите BTC к Dash. Вы ставите на то, что Dash пойдет вверх к биткоину. Значит, вы должны одолжить биткоин, чтобы купить потом обратно тот же биткоин за гораздо меньшую сумму Dash. Понимаете? Грубо говоря, вы сейчас возьмете, я знаю, 100 монет Dash, а потом продадите из них там 20, вот здесь, и вернете весь этот биткоин биржи. Но это очень важно понимать, что вы всегда что-то шортите и всегда одалживаете то, что вы шортите. Это очень-очень важно понимать, ребята. Вот. Теперь как работает Market Maker. Смотрите, приближаемся. Да, и дисклеймер. Торговля с плечом – это очень-очень опасно. Если вы не понимаете, что делаете, лучше этого даже не делайте. Теперь опять же о том, что… Смотрите, вот что у нас произошло вчера. Произошел, в принципе, ожидаемый, ожидаемый сливчик. Мы очень много говорили с вами про вот это белое сопротивление, которое мы пробили и так и не ретестировали. И вот мы его даже до сих пор, кстати, не ретестировали, посмотрите. Не ретестнули. Можно, конечно, сказать, что оно у нас вот такое восходящее сопротивление, и мы как раз его ретестнули. Но, в принципе, я не удивлюсь, если мы даже опустимся вот сюда, видите, я нарисовал здесь еще внутри этого своего восходящего логарифмического канала, который, кстати, никто не видит. Я нарисовал зоны, куда мы в теории можем еще дипануть резкой свечкой перед отскоком. Как вариант. Вот. И произошел у нас этот резкий слив. Как получается? Смотрите, здесь очень много людей набрали лонгов. Да даже вот здесь. Да даже, ребята, вот здесь они их набирали и потом усредняли, усредняли, усредняли. В итоге что произошло? Их ликвиднуло. Очень много людей ликвиднуло. Я вижу, что на миллиарды долларов ликвидации вот здесь произошло. И обратите внимание, как цена после этого отскочила. Мы уже гораздо выше, чем были эти ликвидации. Это не значит, что мы не можем сходить еще за ними и опуститься, если они там есть. Но это значит то, что есть сильный покупатель встречный, и он вытолкал цену наверх. То есть по факту цена-то опустилась вот сюда. Если убрать эту перекупленность, эту перепроданность, то вот цена на самом деле вот отсюда, даже вот видите, вот она здесь была, просто плавно вот так проконсолидировалась. И сейчас также плавно падет. Поэтому очень важно смотреть на средние мувинги. Но суть в чем? Здесь всех вытряхнули и отжали кучу тезера и кучу битков. Понимаете, там миллиардные ликвидации, но это в плече сумма контрактов, но по факту это многомиллионные ликвидации. Что происходит с этими деньгами? Биржи и маркетмейкеры, получив эти деньги, часть они из них, конечно же, они же не все с ликвидацией получают. Часть они из них выплатили шортистам, кто угадал. Ведь люди ведь, многие здесь шортили, да, ставили против битка, занимали биткоин вот здесь у биржи, продавали его за тезер, чтобы нападение вот здесь купить обратно им этот биткоин и разницу в тезере или в биткоине оставить себе. Заработали нападение. Вот им надо выплатить выигрыш. Им платят выигрыш вот отсюда из ликвидировавших лонгов, а оставшуюся часть ликвидировавших лонгов, потому что их всегда больше. Эти деньги идут на откуп, обратный откуп. Я не говорю, что прямо сейчас точно мы улетим, но я говорю о том, что когда-нибудь это все заканчивается точно, даже если вот так вот. И в какой-то момент этих денег становится очень даже достаточно, чтобы все это откупить и повести цену наверх. В то время, как те, кого ликвидировало, идут на завод и ждут следующей зарплаты. Смотрите, что происходит. Здесь многих ликвидировало. Я искренне сочувствую всем, кого ликвидировало. Это хороший урок, я надеюсь, для вас, потому что люди делятся на категории. Кто-то после этого еще, ну, максимум одна-две ликвидации и уже начинает использовать грамотный риск-менеджмент и не брать большие плечи, там, ограничивать риски, не торговать на весь деп. А кто-то так и продолжает лудоманить. Собственно, он и кормит рынок. Так вот, здесь, короче, всех ликвидируют. Они пошли за следующей запахой. Следующая запаха у них, условно говоря, где-то вот здесь, чтобы докупиться. А маркетмейкер в это время что делает? Выкупает все это и везет цену наверх. Опять вгоняет в следующая фома. Что они здесь делают, эти ребята? Они здесь уже не могут купить. Они уже покупают вот здесь. А это вот здесь может быть и гораздо выше. Понимаете? Они покупают вот здесь. И дальше снова идет слив. Это классика. Но понимаете, в чем дело? Эти сливы могут быть как флетовые. То есть может вот так ходить инструмент. Хотя биткоин редко так ходит. Также они могут быть на растущем рынке и вот такие. Растущий рынок, он же не просто ракета вверх, как там сейчас Солана какой-нибудь. Растущий рынок очень редко вот так растет. Это только скам всякий растет так и хайп. А здоровый аптренд это волны вниз-вверх, вниз-вверх. Если вы посмотрите, у нас всегда так и идут. Вот надо смотреть на дневки. Вот у нас с вами волны. Вот у нас была как раз волна вверх, волна вниз. Сейчас идет волна вверх. Мы все еще в волне вверх. Она может быть и вот такая, но она все равно вверх. Потом где-то на новом уже all-time high будет опять волна слива. Потом будет опять волна вверх. И вам важно что, ребята, не впадать в фома, не закупать вот тут на все котлеты, где все закупают, а наоборот частично разгружаться. Потому что маркетмейкер будет играть против вас. Он будет скупать все вот здесь и вот здесь, понимаете? А продавать вот здесь вам все это. Причем с плечом продавать, чтобы вас ликвиднуло. Ведь те, кто на споте, им по большому счету по барабану. Но те, кто с плечом торгуют, они все теряют. Поэтому, чуваки, тренд у нас восходящий. Волатильность X10 уже началась. Я надеюсь, вы это заметили. Поэтому, блин, давайте осторожнее как-то, ну, все-таки с головой подходить. Так-то выглядит все очень хорошо. Вон, смотрите, Dash. Я вот рисовал, где можно расставить лимитки. Но вчера... Да, кстати, извиняюсь за вчерашний стрим, который мы скрыли. Там дед немножко погнал. Он тоже извиняется. Но дед скоро запустит свой канал. И будем слушать его на его канале. Стрим пришлось скрыть временно. Потому что было много дислайков и много мата и жесткача. Поэтому, сори. Вот. Поэтому какое-то вот такое сегодня поучительное, надеюсь, видео. Давайте быстро взглянем на пару монет. Что хочется отметить? Есть очень бычьи расклады. Трон уже вернулся туда, где он был, к битку. Трон к битку уже вернулся туда, где он был до дампа. Посмотрите. Вот. Он вернулся, собственно, на 200 с чем-то Сатоши после вот этого падения. Альты многие в зеленой зоне. И мои лонги тоже все зеленые, потому что я их давно набирал. Вот. И TC немножко покраснел, потому что я его поздно набирал. Вот. Доминация биткойна показывает нам некий отскок. На этом падении у нас был отскок. Если мы вот тут приблизимся. На этом падении у нас был отскок. То есть в битке больше было силы, чем в альткоинах, когда все сыпалось. Да, биткойн не так сильно упал. Но, посмотрите. У нас этот отскок был вот такой вот шпилькой резкой. И похоже, что мы отверглись и идем ниже. Я вам хочу сказать, что это может быть вот такая же шпилька, как была вот здесь и как была вот здесь, когда мы, в принципе, шли в даунтренде. Мы сейчас тоже в даунтренде. И вот такие шпильки были и здесь и здесь, когда все увидели по альтам своим минус 20, минус 30, вышли и дальше опять альты затузымунили. То есть для альт затузымуна нам нужно, чтобы это шло вниз. Похоже, что оно идет вниз. Но, конечно же, аккуратнее, потому что это все может быть глобальным таким двойным дном и не быть никакого альтсезона. Поэтому рассчитывайте свои риски. Но я хочу сказать, что я отдаляюсь, смотрю недельный таймфрейм и вижу очень позитивную динамику. Я вижу, что вот доминация идет вниз на недельном таймфрейме, на хайка нашей свечках. Я вижу, что альты к биткоину идут наверх, в том числе dot btc. Ом к доллару, который мы давно не смотрели, тоже посмотрите. Идет по нашей W, которую мы с вами рисовали. Ничего не поменялось на недельном таймфрейме, все хорошо. Лайткоин к доллару только-только-только начал показывать импульсы, причем к биткоину, кстати, он показал импульс. Вот, очень хороший здесь на зеленой точке. И по ходу собрался пробивать наконец-то это сопротивление. Вытряхнули, опять же, я вам говорю, вытряхнули очень многих лонгистов. И сейчас есть на чем лететь, на их топливе. Потому что их было много, прикиньте, всем было надо дать заработать. Все набрали десятые, двадцатые плечи, и это всем надо было выплатить сотни миллионов долларов профита тезером. Откуда? Их всех ликвиднули. Ну, большинство ликвиднули. И теперь можно лететь. Вот почему очень важно не впрыгивать в позиции на хаях. Биткоин кэш, то же самое. Выжидать лоу и брать, когда всем стремно. Вот сейчас всем, кстати, стремно. Уже, в принципе, можно подбирать аккуратно. Но это на дневном. А на недельном мы вообще растем, видите? К доллару и к биткоину только начинаем расти. Вот, зарождающийся импульс. Guys, Dash даже не буду открывать. Dash тоже очень хорошо сквизанули. В миллиметре у меня было от ликвидации здесь на фьюче, и на другом счету даже на одном у меня ликвиднуло один лонг. Но не страшно. Как бы я надеюсь, что вы на фьючах не держите много, и не торгуете на всю котлету. Я здесь, наоборот, урезал позицию, вывел профит. Я добираю на споте, на кроссе Dash, и складываю себе надолго, надолго, потому что цели по нему четырехзначные. Вот. Надеюсь, что вы делаете так же, и у вас получается, ребят. Кардана. Вот, блин. Хоть убей, не буду я это брать сейчас. Буду, наоборот, продавать. Есть у меня немножко кардана на одном счету. Я думаю, его сейчас подпродать в пользу как раз каких-нибудь. Даже если он вот так еще слетает. Он все равно потом вернется еще ниже, чем он сейчас. Вот, скриньте, к биткоину. К доллару так тем более он, смотрите, как улетел. По-любому будет вот что-то вот такое, как я уже рисовал. И Солана. Я вас просто предупреждаю, ребят. Вы мне потом спасибо. Вы себе потом спасибо скажете. Даже если пускай Солана сейчас хоть на тысячу долларов улетит, мне это не интересно. Она уже, посмотрите, что сделала. На тысячу вряд ли улетит. Она может в теории еще куда-нибудь на 200-300 долларов слетать. Ну, может. Но вероятность этого уже мала. Меньше, чем ради двух иксов. Но потом вот этот вот сценарий очень вероятен. Или даже вот такой вот сценарий. Вот и все. Поэтому не впрыгивайте в монету, когда она уже вот так вот летит. Не, если вы хотите на пять минут встать в фьючерс, быстренько всунуть и высунуть, что называется. Пожалуйста, хозяин-барин. Но я такое не пропагандирую и не рекомендую. Потому что вы потом все равно все в какой-нибудь момент сольете. Да, тренд восходящий. Да, но будут корректосы. Поэтому не надо. Ребят, торгуйте аккуратно с холодной головой. И будет вам больше профита, поверьте, в долгую. Как говорит Змеев, можно зарабатывать на бирже 100% в день? Можно. Но вероятность этого будет 0,02%. А можно ли зарабатывать на бирже 1% в день? Можно. И вероятность этого будет 98, блин, процентов. Понимаете? Даже 99,9. Поэтому вот что. Лучше посчитайте, сколько будет, если вы хотя бы 1% в день усредненно будете брать. Это не значит, что на крипте это не так работает. На крипте все в x10. Ну, даже если вы будете 10% забирать с трейда и сливать иногда по 2, по 3 со стопом, если вы торгуете на фьючах, все равно вы будете в плюсе бесконечном. Посчитайте, что будет, если вы 10 раз удвоите свой депозит. У вас будет 100 тысяч процентов. Посчитайте на калькуляторе. Вот над чем надо работать, ребята, а не над тем, чтобы впрыгивать на хаях и вас ликвидировало. Так что все. С вами был Гриня. Извините, что занудил. Пойду откупать просадки и вам желаю тоже профита. И скоро увидимся обязательно. Спасибо, что смотрите. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, если вам нравится криптоконтент. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok